Всем привет! Сегодня у нас обзор новой колоды Таро Вдохновение. Вот, посмотрите, какие красивые карты запрошены на обложке. Эта колода по размеру чуть больше, чем обычная, к примеру, привычная моя любимая колода Золотое Таро и насколько вот эти карты по формату больше и коробочка у них шире. Итак, в составе у нас семь дополнительных карт и притворные карты всех мастей, включая в себя Боже и Принцесс, позволяют выбирать младшую фигурную карту, либо экспериментировать с полным набором. Кроме того, в этой колоде ещё есть два варианта карты влюблённых. Также есть пустая карта и карта шутка в виде счастливой обезьянки. Составитель этой колоды Переника. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Такая довольно толстая книжка с описанием. Мы, наверное, не будем смотреть. И описание карты немножко странноватые. Ну, довольно подробно всё описано. Так, ну что. Я сегодня не буду подробно восстанавливаться на каждой карте. Так как я делала в прошлом видео. Просто посмотрим, как привычные органы выглядят в этой колоде. Сразу скажу, что новичкам лучше эту колоду не использовать. Потому что изображения карты... Они... По ним сложно указать значение. Карты. Так, ну что. Колоду мы перемещаем. Давайте приступим. Первая карта Принцесс Кубков. Это Паш Кубков. Паши у нас часто обозначают детей. Поэтому здесь автор решил спросить милейшую девочку. Так, дальше. Девятка Пентаклей. Тут у этой дамы достаточно всего. А это колесо в рту у нас так выглядит. В этой колоде. Так. Прошу прощения, у меня окошки шумят. Так, это у нас рыцарь жезлов такой вот. Очень картинки красивые. Похож на... На людей. Как будто фотографии. Так, это у нас умеренность. Что-то у неё подгорает внизу. Восьмёрка шезлов. Мчится на Пикассе. Рыжволосые пести. Так, это у нас маг. Он опускает молнии. Ещё у него шапочка как у Астерикса. Так, это у нас двойка шезлов. Такая вот странная комбинация. Это олимпийский огонь, видимо. Передаёт одна бегунья другой. Твойка Пентакли. Твойка Пентакли. Помним, это карта баланса. И здесь вот у нас такая пирамидка из камней. Король шезлов. Такой вот серьёзный. Мужчина в возрасте. Туз мечей. У нас раскалывает камень. Девятка мечей. Довольно устрашающая картина. В груди сидит какой-то то ли чур, то ли дьявол. И лошади с потустороннего мира. С испуганным выражением лица. И девушки совсем не здоровятся. Так, это у нас мужчины без трусов. Мы всё равно ничего не видим. Так, как... Всё закрывается. Наверное, ножны от меча. Ещё тут женщина за него цепляется с ребёнком. В общем... Такой суровый сюжет. Так, это у нас семёрка мечей. Посмотрите, какие хладнокровные убийцы. Наверное, это какой-то государственный переворот. Десятка мечей. Так, здесь у нас труп. Наверное. Ну или очень тяжёлобольной мужчина. Мы пожелаем ему здоровья. Это дьявол. Смотрите, какой красивый. Он держит виноград. И виноград второй, это признак изобилия. И здесь вот у нас... То ли орки, то ли вакханалия. И он как бы нас приглашает. Дальше. Это у нас Паш. Жизнь ещё. Такой вот мальчик с собакой. Смотрите. Он сам похож на Путеля. Мне кажется, с такой прической. Так, восьмёрка. Кубков. Да. Может это девушка? Или это не девушка? Непонятно. Кажется, она вскрустнулась. Да? И ветер очень сильный дует. У неё очень хорошее состояние. Смотрите, очень красивая принцесса жезлов тоже. С... С псом. Очень красивая девочка. Так, а это... Это, наверное, её мама. Смотрите. Она с чёрным котом. Очень часто королев жезлов изображаются чёрными кошками. Считается, что они... А ведьмы... А ведьмы... Ну, из тени её видят больше, чем остальные люди. А это у нас король Пентакли. Такой вот мужчина. В меха и в король. Так, это один из вариантов карты Влюблённая. Давайте мы её пока отложим в сторону. Потом сравним со второй картой. Так, это у нас такая смерть. Мерц. Как... Как она здесь как спаситель? С крыльями. Приходится. О, это очень красивая карта. Это звезда. Вообще шикарная девушка. Звезда. Так, а это у нас кто? Это у нас отшельник. И сидит в какой-то пещере. Это уж с фонариком. Наверное. Может быть, имеется в виду, что это диаген в потике. Который лежит на боку. И помнит. Двойка мечей. Это карта внутреннего баланса. И очень забавно, что здесь я запрошу маленький генок, играющий на девочки. А это, видимо, его мама, которая пытается прийти к внутреннему балансу. Хотя у нее маленький ребенок дома. Который все время шумит. И не позволяет ей медитировать. Четверка губков. Потому что смотрите, какая красивая женщина. В аппарате. Какая занавеска. Потрясающе. Еще там птички за окном. Очень красивая карта, конечно. Конечно. Так. А это у нас восьмерка Пентакли. Так. Кто-то играет на пианино, а кто-то слушает. Интересная, конечно, трактовка. Пятерка губков. Так. Ну, это у нас, что, карта разочарования. Что, тут девушка плывет. В какой-то водке. Наверху как будто разбитые стекла. И у нее тут горит свеча. Или она лежит в гробу, непонятно. Иерофант. Такой вот. На троне сидит. И у него тут. Два таких ключа. И замочная скважина. Так. А это у нас пустая карта. Наверное. Она может выпасть из колода. Если вы неправильно задали вопрос. Или колода не хочет отвечать. Рыцарь Пентакли. Какие у него шикарные. Доспехи. Как будто они из латекса. И конь с такой шевелюрой. Я сказала Пентакли или рыцаря. Это рыцарь. А вот и вторая дополнительная карта. Это обезьянка. Это у нас сила. Смотрите. Лев как преданный пес. Следует за своей хозяйкой. И не трогает жертву. Смотрит на хозяйку. И ждет указания от нее. Раз она запретилась. Никого кушать нельзя. А это у нас башня. Ну и тут все понятно. Катастрофа. Апокалипсис. Семерка губков. Так. Это у нас. Смотрите. Похоже, мужчина мечтает об одной и той же девушке. Ну что все эти изображения девушек это как будто одна и та же. Или он мечтает, чтобы их вместо одной было семь. И они еще в болоте. Но интересная трактовка. И очень близко к истинному значению этой карты. Фантазии. Так. Это у нас девятка губков. Смотрите. Очень много народу. А это у нас наверное. Может быть владелец таверны. Который добился финансового успеха. Так. Это у нас рыцарь губков. Совсем юный молодой человек. Видно очень романтичный. И молодой. И что? Не важно. Потому что другие рыцарь явно постарше. Так. Это у нас что? Десятка пентаклей. Кажется, у нас переезд. Или этот мужчина возвращается с дарами. С сокровищами в сундуках. Может быть повышением зарплаты. А карта дурак. Так вот он выглядит в этой колоде. Без одежды. И наверное хочет влететь вслед за бабочкой. Четверка мечей. А девушки у нас отдыхают. Может быть готовятся к вечеринке. Очень красивое платье. Там проработанный материал. Очень приятно. Разглядывать эти карты конечно. Так. А это у нас вторая карта влюбленные. И посмотрите здесь у нас. А здесь у нас просто двое влюбленных. Так. А здесь у нас что? Здесь у нас видимо земная женщина. А это какая-то духовная сфера. Здесь мы видим. Вон какая-то богиня. Или богоматерь. И младенец с крыльями. Видя ангел. Наверное это выбор. Между материальным и духовным миром. Обе карты в принципе очень красивые. Как в общем-то и все остальные. Так. Это у нас десятка клубков. Прибавление в семействе. Все очень счастливы. И котик вот здесь внизу бегает. Красота. И морковка. И какая-то странная палка. У бабушки. Наверное что-то типа прялки. Если вы знаете что это, можете написать в комментариях. Я такую штуку вижу в первый раз. Так. Это у нас шестерка мечей. Такая тревожная немного. Куда-то они вот отправляются. Может быть это беженцы. По какой-то причине они решили. В ночь. Практически рано-рано на рассвете покинули свой дом. Десятка мечей. Так. Тоже очень узнаваемый сюжет. Десятка шестов, простите. Восьмерка мечей. Ну вот тут непонятно. Видимо у девушки руки связаны за спиной. И очень неспокойная вода на этой карте. Семерка пентакли. У нас то ли садовница, то ли огородница. На дереве мы видим очень много цветов, значит и очень много плодов Вам нужно подождать шестерка жезлов Ой, смотрите, какая красота Это у нас карта победы Но наконец здесь девушка с цветами Очень праздничное настроение этой карты Красота Так, это у нас туз кубков или туз чаши Переполненный Тоже очень красивая светлая карта Тройка мечей Тут у нас тоже очень неспокойная вода И девушка То ли она решила с собой покончить, то ли что Но как-то ей не хорошо Так, это у нас рыцарь мечей Такое видно Высокий уровень интеллекта у этого парня А конь, посмотрите, какой конь Такого коня еще нужно украдить Но парень при этом Очень спокойно Холоднокровен Так, а это у нас Ваш чаши Смотрите, какой мальчик С цветочком Еще два лебедя Уже романтически настроенный Уже романтически настроенный Пятерка мечей Так, это что там? Кто-то куда-то бежит У кого-то щит, у кого-то нож Ничего не понятно Ничего не понятно Так, это луна Так, много интересно Что здесь У нас как-бы Изображение месяца И там женщина В веревках Связанная То ли она Но они не только затянуты А здесь у нас что? У нас здесь Женщины из воды выходят Их очень много И они В такую Цепочку И В небеса уходят Значит, странная Странная карта Интересно Ну, она, кстати, очень хорошо Как раз описывает аркан луна Даже в традиционном таро Можно не найти Такое Описание Понимание Так, это у нас Паш мечей Ну же В мечах у нас У всех мальчиков Короткая стрижка Они такие собранные Так Так, а это у нас что? Это у нас колесница С двумя потрясающими лошадками Девятка Девятка жезлов Это у нас что? Моряки И на них нападают То ли женщины-русалки То ли сирены Но мужчины Не поддаются И хотят дать дюру Правосудие Так На этой чаши весов У нас перо волшебное А на этой ничего Ведь очень-очень точные весы Паш Пентакли Паш Пентакли Ой, там молодой учёный Видно Сидится с учебниками И глобусом Учится Всему чему только можно научиться Учится Стать большим человеком Солнце Очень красивая карта Так от неё тепло Приятно Король чаша Такой вот с усиками Любвебильный мужчина Судя по всему Так Это у нас что? Это у нас подвешенный Повешенный Но он в этой колочке Неподвеженный Просто Валяется вниз головой Это что такое? Не фокусируется Не фокусируется камера почему-то А ну вот вон он тут У него рука прикована И на ноге похоже тоже Он прикован к скале Вот так Вот так Это у нас страшный суд Самое страшное уже позади И Наконец-то Высшие силы Идут на помощь Карта Карта Мир Она здесь изображена в виде Трёх девушек И они держат Это какие-то волшебные шары В одном Молодой человек и девушка Это наверное то, о чём мечтает Вот эта девушка Здесь все животные А ну или может быть это Адам и Ева А это все Животные Из моего ковчега Так А здесь у нас Деревья Может быть это тогда Люди Фауна и флора А ну кстати Да Наверное Пятёрка Жезлов Жезлов С два молодых человека сражаются Так Четвёрка Жезлов Обычно это карта Домашнего чека Но Здесь мы видим какое-то торжество Может быть в каком-то поселении отмечают праздник Ну Во всяком случае видно, что всё хорошо Хорошо Тройка Пентакли Обучение игры на музыкальном инструменте Кстати Я не знаю, что это за инструмент Если вы знаете То пишите Тоже впечатляет, конечно Детализация Карта Посмотрите, какие шикарные ткани Платьев Просто потрясающе Можно их разглядывать очень долго Так Это у нас Справедливость Или нет? Или это умеренность? Так Давайте-ка я её отложу Я забыл перевод Потом уточним в конце Королева Пентакли Такая вот женщина Очень красивая Шестёрка кубков Мальчик здесь дарит девочке То ли ягоды То ли конфеты Но обратите внимание На выражения его лица Либо он какой-то Совсем безнациональный Либо Что-то он задумал И прудик ещё держит А девочка ничего не подозревает Четвёрка Пентакли Четвёрка Пентакли Встит мужчина Весь в Пентаклях И записывает что-то у него здесь Монеты И очень много Книг Это говорит, наверное, о его опыте Которую он приобрёл За всю свою жизнь Так О, королева Чарж Посмотрите, какая она красивая Какие романтичные цветы Какое платье над ней Диадема Очень красивая карта Какие ручки И Ух ты Так Это принцесса мечи О, мне очень нравится Это девочка Тоже очень-очень умный взгляд И Все девочки большие Примерно в одинаковых платьях Которые перевязаны Разноцветными лентами Так Это у нас Туз Пентакли Король Шезлов Такой вот мужчина Очень красивая одежда Украшение Благородный Благородный Мужчина Так А это у нас Императрица Тоже Очень-очень красивая С оленёнком Шестёрка Пентакли Шестёрка Здесь помогает Нищим И страждущим Принцесса Пентакли Тобур Корержник И девочка В рыжем платье И фингон Из ромашек Королева мечей Кажется, все фигуры в мечах имеют чёрные волосы, чёрные глаза и фиолетовые оттенки одежды А, это у нас двойка кубков свидание, романтическая встреча Туз шезлов Тройка кубков Девушки хорошо проводят время У них тут шкатулка с драгоценностями Сундуки Так, а это какая-то раковина Что-то музыкальный инструмент или что? Что-то непонятное Нимфы отдыхают Так, пятёрка Пентакли Девочка Со стариком или со слепым Ох, а это император Царь Так, у нас последняя карта Тройка шезлов Девушка Что-то пытается рассмотреть в море Так, я так и не могу вспомнить, что это за карта Давайте воспользуемся книжкой Так, сейчас найдём Так, понять бы ещё Где тут что? Вот это у нас старшие арканы Так, шут Маг, давайте пойдём по порядку Оператор Оператор Оператрица Иерофант Так, влюблённые Довольно подробное описание тут кстати Колесница А сила Отшель Так, колесо Справедливость Наверно это Справедливость Хотя нет, у нас же справедливость Справедливость Ещё секунду Повешенный с мерцем я наверное общаюсь Справедливость И умеренность Наверное это карта Умеренности Девушка А, подождите, так это верховная жрица. Точно. Я не заметила сразу её головной убор. Это луна и два месяца, которые означают молодую девушку, женщину и старуху. Так что это у нас верховная жрица с гранатом. Карты интуиции и внутреннего голоса. Так, ну что, такая вот колода Таро. Очень красивая, но если вы не опытный Таро, то вам будет сложно её использовать. Может быть, разве что, как метафорические карты. То есть, будете смотреть на картинку и описывать, что вы на ней видите. Какие эмоции она у вас вызывает. Что происходит, какой сюжет осображён. В принципе, можно карты использовать и так. Так, ну что, я благодарю вас за просмотр. У меня есть ещё несколько колод в запасе. И я буду пока продолжать снимать такие видео с обзорами. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я рада любому общению и взаимодействию с вами. Да, кстати. Может быть, у вас возникнет вопрос о том, что это такое. Это цветок. Высушенный цветок волтоса. Так выглядит. У него ещё внутри не выпали семена. Это болтарец. Дурочки, видимо, слишком маленькие. Очень, конечно, красивый, космический, инопланетный предмет. Вот. У него стебелёк опломился. И... Надо будет мне приклеить. Ладно, всем хорошо провести время. Если вы ложитесь спать, то спокойной вам ночи. И увидимся в следующих видео. Всё, пока-пока.